Я прошу тебя, Небесный Отец, чтобы ты благословил наше время вместе и продолжил оставлять нас. Было отличное слово сказано в Перуше, и это слово не только для нас. То место недельной главы начинается, и пришел Иаков в египетскую землю, и их было 70 душ. Мы знаем, что было 70 народов, участвовавших в том, что называется восстание против Бога, Вавилонское восстание. И вот Египет как символ внешнего мира, Бог посылает туда 70 душ, еврейских душ, которые имели откровение Творца Всевышнего, чтобы символично принести откровение истины. И все это дело до сих пор не успокаивается. И вот сегодня мы находимся в определенной дате, которая так уж совпала, когда весь мир празднует Крисмос. И в мессианских общинах, особенно в израильских мессианских общинах, я говорю в общинах, там, где есть сефер Тора, там, где есть молитвы традиционные, на самом деле Крисмос всегда игнорировался, и я, как бы, здесь уже 30 лет, и всегда был в общинах, которые были в Иврите, и Бонагиткаха, Ютер Тсиони, более сионистские. И всегда этот момент Крисмоса проходил под определенным, ну, как бы, ну, ладно, они там играются в эту игру, и пусть играются. И я в этот раз почувствовал, я хочу говорить на эту тему положительно, отрицательно, вам судить, но надеюсь, что Слово Божье по-любому строит нас и дает нам понимание. Каждый пусть делает свои собственные выводы. Я до, скажем, 2-3 года назад этот праздник полностью игнорировал, ну, вот так говорю. И даже друзьям, которых у меня немало за границей, как бы, этот день, как бы, пару лет назад почувствовал, нет, я должен их благословлять и поздравлять в это время, потому что для них это определенная дата. Короче, давайте поговорим. Я хочу вначале прочитать 3-4 места Писания. Бытие, 18 глава, с 20 стиха. И сказал Господь, вопль садомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так. Сойду и посмотрю. Исход, 3 глава, 16 стих. Пойди, собери старейшин Израиля в их и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне Бог Авраама, Ицхака и Якова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. Я посетил вас и увидел. Примерно то же самое. Я сошел и посмотрел. Исайя, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам. Родился нам, то есть здесь. Сын дал нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Нам родился, здесь, посреди нас. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе. Все эти стихи говорят примерно о таком. Есть балаган, и каким-то образом Господь Бог являет себя или в прямом виде, или в аллегорическом виде. Какая-то эманация, явление, Бого явление, нисходит на землю, является людям и производит избавительную работу. То есть, если вы читаете вот эти стихи, то они все говорят об этом. Я увидел и сошел, и решил вопрос. Или совершил суды, или совершил избавление, или совершил спасение, или, 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 но всегда сошел и что-то сделал. Короче говоря, я хочу дать 4-5 коротеньких уроков на эту тему, потому что Рождество всегда ассоциируется, ибо Сын Божий родился и пришел на землю во плоти. Итак, урок первый. Даты. Даты. Кто знает, что такое слово даты обозначает? Даты. Время. Даты. Мы знаем, мы знаем, что традиция праздновать Рождество в эти дни, оно не вышло из Израиля. И это было прямое влияние верующих из Римской империи, которые соединили некоторые языческие обряды. Это был как раз самый короткий день и самая длинная ночь, как бы вот рождение солнца, самое обновление солнечного периода, солнцестояние. Также праздник Бога Юпитера, божества, идола Юпитера. И, короче говоря, это был такой значимый день для язычников. И когда вера в Ешуа на официальном уровне стала распространяться в Римской империи, сказали, а давайте вот поставим и пускай там была в эти дни праздничная дата божествам. Давайте ее заменим на праздничную дату, которая связана с рождением Ешуа. Знаете, что я вам хочу сказать? Я был всегда крайне критичен, я до сих пор критичен ко всем этим елочкам и всем этим вещам, которые символизируют чуть ли не бесовщину-то на самом деле. Слышали про эти вещи? Что елочки со всеми этими игрушечками – это настоящая бесовщина. Но, но, разве это не нормально, когда человек удаляет от себя что-то злое и замещает это чем-то добрым? Этот принцип присутствует в Новом Завете. Там написаны такие слова, и когда очистят дом от беса или от духа, помните эту историю, и не наполнят его чего-то другим, то тот вернется назад с семью злейшими. То есть нет такого понимания, когда что-то становится пустым, от чего-то оно вечно пребудет пустым. Оно должно чем-то заполниться. И если верующие, нееврейские верующие, заместили этот день дьявольщины поклонением Творцу через имя еврейского Машеха и Спасителя, то лучше так, чем по-другому. Ну вот я делаю вот такой вот простой логический вывод. Я не знаю, это мой вывод на сегодня, после 30 лет, когда я полностью игнорировал эти вещи. А может быть через год-два я почувствую что-то другое. Но наверняка реальная дата рождения Ешуа не была 25 декабря. И по всей видимости, так как показывают библейские намеки, пророчества, он по всей видимости родился или в начале праздника Суккот, или на Ушана-Раба, который является заключительным днем праздника Суккот. И я уже на эту тему неоднократно проповедовал. Но опять-таки я хочу сказать, здесь как бы не момент рождения суперважен, а сам факт, что он был послан в этот мир. В соответствии с теми стихами, которые я прочитал, есть еще десятки таких стихов. Я увидел, что там внизу проблема, Господь говорит, я сошел в любой эманации и решил эту проблему. То есть вот этот как бы первый урок. И я хочу сказать, давайте будем более лояльны тем, кто очень против. Потому что когда мы всегда антагонисты, война и вот эти вот распри, обычно это не приводит к добрым результатам. Потому что все равно в конечном итоге каждый поступит так, как он хочет поступить. Но я хочу сказать, что в некотором смысле, вот это 25 декабря в странах, которые поклонялись идольству, это было все последствием вот этого Вавилонского восстания против Творца. И пусть даже некоторые даты и лживые, но когда их заменяют поклонением Богу, поклонением Творцу через Ешуа, это благословение. Я повторюсь, я уже сказал сегодня, я сегодня с утра открыл Фейсбук и несколько открыток в Ватсапе и в Мессенджере. И мне друзья просто прислали такие, просто целюмим видео с тех мест, где они находятся. И люди просто благословляют, там нету идольства, я вижу, как они просто благословляют Творца во имя Ешуа Мессии. Поэтому мой как бы совет всей общине быть взвешенными в этих вещах. Это вот такой маленький, короткий первый урок по датам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!